Мы в Мексике, жарко, уже не один день. Итак, ребята, сегодня мы поговорим о семейном насилии. Это то направление убежища, которое изменилось буквально за один месяц. Поменялись критерии оценки, поменялись критерии работы миграционных судов, связанные с данной категорией дел. Возникает семейное насилие в странах Средней Азии, бывших странах Советского Союза. В отношении замужних женщин происходят эпизоды насилия, побоев, унижения, бесправия. Женщины обращаются в милицию, в полицию, в органы государственной власти. Другие организации за помощью, естественно, что помощь отсутствует, потому что сложилась определенная норма и обычая. Женщина вынуждена обратиться за убежищем в США, потому что здесь ее совсем затравили, она стала изгоем. Такое очень часто бывает, и у нас такое тоже было. Дальше. Где женщина может обратиться? Она обращается на границы в Мексике, либо въезжает по визе в США. Нам интересны границы Мексика, потому что мы занимаемся конкретно этим направлением. Итак, женщина подает на границы, попадает на интервью. Первое интервью длится 30-40 минут. Оно будет на границе прямо там же, где ее забрали. Второе интервью будет промежуточное. Скорее всего, если женщина беременна, либо с детьми, такое часто бывает. Женщина окажется на свободе, дальше ей назначат время, когда будет проведено второе интервью. Итог. Она где-то через месяц, бывает через два, бывает через год. Все зависит от иммиграционного офицера Айси, от того, как она прошла эти интервью. Женщина попадает на иммиграционный суд. В иммиграционном суде рассматривается ее дело и принимается решение. Какое будет решение? От чего зависит решение иммиграционного суди? Мы рассмотрим во второй части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА